Добрый день! Вас приветствует Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь, заведующий лабораторией историко-обществовеческого и социо-культурного образования МОХ Елена Николаевна. В Республике Беларусь в целях совершенствования образовательного процесса, а также уважения к культурно-историческому наследию и традициям белорусского народа, укрепление нравственных качеств молодежи, проводятся экскурсии для учащихся 10-11 классов, для второй ступени общего среднего образования, в рамках изучения учебных предметов, предусмотренных типовыми учебными планами общего среднего образования. С этой целью в Республике Беларусь разработан перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов, рекомендуемых для посещения обучающимся, в рамках проведения учебных занятий и факультативных занятий в неклассных мероприятиях. Данный перечень размещен на нашем национально-образовательном портале «Национальный институт образования». Данный перечень может быть полезен как для учителей, так и для экскурсоводов. Также хотелось бы отметить, что в Национальном институте образования в 2022 году разрабатывается научно-исследовательская работа разработать интерактивные дидактические материалы по изучению памятных мест Великой Отечественной войны в образовательном процессе. К концу учебного года мы планируем на своем образовательном портале «Национальный институт образования» разместить дневник путешественника по памятным местам Великой Отечественной войны, а также образовательный ресурс, который будет представлять собой интерактивную карту всех памятных мест Великой Отечественной войны, к интерактивной карте будут также для учителей, которые преподают учебный предмет «История Белоруссии» и модуль «Великая Отечественная война» предложены дидактические материалы по изучению памятных мест Великой Отечественной войны, задания для того, чтобы наши учащиеся могли поработать с историческим документом, проанализировать воспоминания свидетелей, участников Великой Отечественной войны, поработать с фотоизображениями, с аудиоматериалами, с видеоматериалами. Этот образовательный ресурс будет в открытом доступе, и каждый желающий может использовать данный ресурс в образовательном процессе, а также при проведении воспитательных мероприятий.